Ой, мир вам, Игнатих Иванович. Меня слышно? Хорошо слышно. Ой, я так рада вас видеть. Вот вообще заскучилась очень сильно на вас. А вы смотрите наши ролики-то? Конечно, смотрю. Ну, у меня, конечно, забот много, и поэтому как бы так, как получается. Ну, стараюсь смотреть. Вот эти, да. Так. У нас, знаете, у нас сегодня погода такая. Это что-то. У нас даже по вестям показывали Оренбург-Корск. Замела дорога. То есть там жуткие пробки. Метет очень. Мы хотели в храм сегодня поехать. Вот. И с детишками. Но даже машина не могла выехать. Вот так. Что-то такое. Давно не было. Но вообще у нас сейчас последний год очень сильно метет. Вот так. Здесь. Как у вас дела? Ну, я уже выставляю. Там все видно. Вот. Будет собрание, занятие. Сегодня литургия была. Как причащались. С детьми как занимаются. Мы же все выставляем. Без купюр. Прямо как есть, так выставим. Чтобы люди видели. Благодарили Бога. У меня где-то даже подготовленные вопросы были. Ну, я даже так неожиданно. Вот так беседа. Как бы у нас получился разговор. Что это. Ну, как, наверное, Божья воля точно. Потому что вы написали. Мир вам. Я думаю, наверное, надо позвонить попробовать. Ну, сами знаете, как бы какая у нас ситуация. Что так просто не позвонишь. В семье. Ну, вот. Но у меня как бы так. Новость хорошая. Что бабушка к вам прям. Вот так. Вот. Смехи раньше. Как вот. Чисто православный. Вот церковленный. Нет. Это кто такой. А сейчас прям. Ну, вот Игнать Тихоновичу. Так вот. Как бы сказал вот он. Посоветуйся с ним. Вот так вот все время. Ну, это так. Ну, у меня вот один вопрос. Сейчас я сразу, чтобы. То не знаю, как лялька проснется, если я побегу. Вот про воспитание детей. В каком томе можно прочитать? Чтобы не... То есть вы говорили вам в пятом томе, да? В четвертом. В четвертом открытым оком. Там уже с детьми, которые понимают. Которые на руках-то еще воспитывают. Вот знаете, один ребенок спрашивает, как воспитывать. Ответ один. Рожай второго. Ну, у нас уже двое. Вот. К полящику одну спросили. Как вы так молодая сохранились? Она говорит, рожать больше надо. У нее шесть ребятишек. Вот так. Ничего с собой не делать. Бог дал. Ну, как говорит. У казахов такая поговорка есть. Бог даст барашка, Бог даст травинку. Никогда не говори там нищету, плодить они еще. Ты перед Богом. Перед Богом. Бог делает. У нас отец инвалид войны. Вот так. Руки не было. И двенадцать ребятишек. Десять только живых. И голодные никогда не были. Вот когда появляется и рождается ребеночек, Господь дает, ты, вот я по себе могу сказать, что у меня больше всего вот в Богу начало, как бы такую, именно вот страх Божий появляться, когда дети начали. Потому что ты уже понимаешь, что не за себя только отвечаешь, а за детишек. И чем их больше, тем еще больше ответственности, как бы. И боишься, чтобы их много было. Даже такие вот мысли. Поэтому, нет, нет, вот так вот. Вот. И вот, как вот недавно Ян Златоуста прочитал, и там он пишет, что был в Ветхом Завете, по-моему, если я не ошибаюсь оттуда, человек-священник. И у него, как бы, все было хорошо, он такой правильный был, но он двоих детей не смог довести до Бога. Они что-то там, жертву, что ли, какую-то не дополняли. Да, Ильи, Ильи, Ильи звать его. Ильи. И он перед Богом был осужден за то, что он, как бы, их назидал, но не наказал. Не наказал. Не наказал. Говорит, надо было связывать, избивать и изгонять. Тогда бы ты оправдался. То есть не общаться, получается. Другого пути нету. Один путь только. Остальные пути не туда ведут. Да, и вот получается, как будто это как состыковать, что отец за сына не отвечает, как там сын за отца. Как бы он же наставлял, ну, например, на сегодняшний день он же говорил о Боге, о Христе. Ну, вот избрали не тот путь, дети. А почему он должен отвечать тогда? Потому что он не доводил до конца. Надо было не только говорить, а доводить до конца. Сказал, вот, учитель в классе, а его никто не слушает, останови учебу, наведи порядок. Златоуз говорит, даже в храме наведи сначала порядок, а потом богослужение. Ибо порядок дороже твоего богослужения. А сейчас они не знают. Вот туда-сюда люди выходят, выходят, бродят по храму, покупают. Да тут никакая не служба. Шалман. У нас епископ новый поставили. И вот он пришел, он, как бы, я так понимаю, с Украины. И он начал, как бы, правила немножечко по-новому уже. Новый епископ. Он сказал, чтобы, якобы, я точно не знаю, чтобы служба, литургию каждый день служили священники. То есть, вот это как? Я говорю, ну, как бы, я боюсь что-то судить, да, но я лучше промолчу. Ну, так, литургия-то, конечно. Как служить, чтобы каждый священник каждый день служил? Ну, я точно не могу сказать. Я так понимаю, чтобы в каждом храме служба ежедневно шла. Нет. А с чего ради-то? О службе, если они будут заботиться каждый день, чтобы... Тогда он никогда на благовестие не пойдет. А Господь говорит, идите по всему миру. А вот служба, служба, а кого там? Никого и нету среди рабочего дня. Люди ничего не понимают. Не служба. Литургию отслужил, субботу вечером вполне достаточно. А пять дней работы. Иди, работай в поте лица, упирайся. И трудись для Бога, благовествуй. Вот так. И еще там... Говорите, бабушка там где, что против, да... Ну, она пускай конкретно скажет, что против-то. Я, может, исправлюсь, если правильно подскажет. Да сейчас она вот раньше такая была даже... Что вы, что если бы ваши книги в нашем доме, ну, там, у нее в доме были, то бы она бы их там и сожгла, и все. А сейчас она наоборот. То есть у нее как бы вот это... Как она с вами поговорила, может быть, она начала меняться. Ну, Дух Святой начал работать, я так верю. Все-таки. А мы просто колемся о вас каждый день. Да, спаси Христос. Ну, видно, но она... Вот у нее есть такой порыв к Богу. Она вот прям может даже заплакать. Она если будет говорить о Господе, она плачет. У нее покаяние есть. Ну, у нее есть и свои страсти, как у любого человека. Ну, я ее люблю и всех своих, конечно, люблю. Но нужно, вот знаете, как помнить, я так понимаю, что любить надо больше всех у Господа. Все, что ты любишь больше Бога, это есть идолопоклонство. Правильно. То есть, как не создай себе кумира. Да. И вот что... И где-то даже такое слышала, что если человек что-то любит больше Бога, он тем будет искушаться. То есть это будет его мучить. Он будет этим и постоянно испытываться. Но если он не оторвет это от себя, то у него так и будут именно вот всякие неприятности из-за того, к чему он прилепился. Ну, если я так понятно. Любить больше Бога, которого не видишь. Писание говорит, а ближнего ненавидишь, который перед тобой. Тут надо реально смотреть. Бога любить как? По слову Его. За Его творение, за красоту, что ты живешь, что Он тебе дает. Ну и главное, за то, что отдал за нас Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Это чувство благодарности должно быть. Выражайся в молитве. Ну, проверь, любит или не любит человек. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Это заповеди Христа. Вопрос снятый. Все. Я заповеди-то имею перед собой, а Христа не вижу на небе как. А Господь сказал, вот ориентир. Иди по заповедям моим. Блаженны миротворцы. Спорят там в семье. А ты подумай, как их примирить? И не повредить истине. Блаженны плащущие. О чем? Когда? Как выпросить у Бога этот слезный дар? И во всем, что ты делаешь, постарайся увидеть его чудо Божие по отношению к нам. Любящий Отец. Он заботится о нас. И вот сердце этой благодарностью наполнено. Оно не будет смущаться ни от каких обвинений, ничего. Он просто доверится Богу. Вот, Яна Златоустая, я понемножечку. Мне вот сейчас я просто скажу, что когда семейная жизнь у женщины, она не столько времени может уделять молитве и так далее. Но для меня это был какой-то вопрос, а как же теперь чтение Слова Божия? То есть вот это. И постепенно так ответ приходит. И вот священник наш сказал, что, то есть я так поняла, старайся везде. Вот ты можешь там посуду, молись, славь Господа. То есть ко мне вот это пришло, что я, может, не могу, как вот многие, стать утреннее-вечернее правило, например, да. Но вот ты взял тарелку там, кушай там, Господи благослови. Туда пошел там, полы моешь, Господи благослови. И вот это во всем, чтобы не забывать Бога. То есть нужно стараться... Нет, не так. Это не так, Господи. Это хорошо сказано, но это не полнота. Вот есть такая книга, «Один день святой жизни» называется. Митрополита Григория, дореволюционная. «Один день святой жизни». Себе запишите и поищите. Он как раз и говорит, как постоянно молиться. Вот ты пол моешь и говоришь, Господи, а мой мою душу так же загрязненную. Бодишься с ребенком. Господи, ты сам был маленький, за тобой ухаживали. Помоги мне воспитать для тебя. Вот хлеб ты пищешь и говори. Мы как пшениченки все размолотые. Из этого получается вот то-то и хлеб. То есть ты не просто, Господи, помилуй, а вплетай туда жизнь свою. И жизнь твоя будет меняться. «Один день святой жизни» называется. Григорий. Григорий. Митрополит Григорий. Санкт-Петербургский. «Один год святой жизни». Я не знаю, есть он в интернете или нет. Она у меня была, я ее насчитывал. Очень хорошая. Подмечаешь пол и говорю, Господи, выметьте мою душу так же. Вот она, женщина, потеряла драхму. Она мила ее, нашла, соседкам рассказала. И ты меня так же нашел. Помоги мне найти кого-нибудь, кому-нибудь рассказать, чтобы я буду мести, найти эту драхму и принести для тебя, чтобы я не была пустоцветом для тебя. То есть наполни душу такими чудными, благоуханными молитвами. И вот пока вспомнила, в Писании сказано, Господь говорит, «Урод неверный, прелюбодейный». Вот когда, если не ошибаюсь, то вот когда ученики не могли выгнать бесов из другого, и вот Христос сказал, урод неверный, доколе буду с вами. Это Он кому сказал, бесам или людям? Всем. Люди, которые приходят. Неверные оказались ученики, не могли изгнать. Неверный отец не знал смысла болезни. Неверный тот, кто болеет. Он вообще сказал обо всех. «Доколе буду с вами?» «Доколе буду с вами», смысл заключался в том, что меня не будет, придет Дух Святой, но допустите вы его в сердце или нет? Как хотел бы я, чтобы огонь возгорелся? Речь шла о Духе Святом, об огненном испытании. И Он как томится, Христос, «Как я хотел бы, чтобы совершилось это крещение?» Он прямо взывал об этом. Господь проповедует, говорит о жизни вещи. Кто-то подошел к Ему, Господи, «Помоги мне имение разделить с братом». «Да кто меня ставил делить вам имение-то?» «Я пришел жизнь вечную дать, а вы имение» – тут это все прах червям. Смысл-то в этом заключается. Чтобы мы ничто не предпочитали больше того, чтобы Бог дал страх Божий, любовь к Богу, небесная, которая не плотская, а духовная. А духовная определяется тем, что она направлена к вечности, чтобы нам в ад не попасть, а быть на небе. Это, конечно, корыстная цель, но она основана на любви. Не просто ты делай добро, а делай в Духе Святом с любовью. Делами человек не спасается. Делами он подтверждает, живая у него вера или мертвая. Весовская. Да, и вот вспомнил Даниил Сысой, он говорил, что если вы, например, делаете добро, такой добротный человек, праведный, но это делаете не во Христе, то это как бы никуда дела идут. Только сделанные во Христе в вере истинной могут принести в пользу. Нет, не во Христе это не то. Вот Корнили он Христа не знал. Но, говорит, пришли на память, милости не твои, молитвы твои. Так он вообще не знал. Неважно, добродетель всегда найдет тебя. Он, не зная, подавал, заступался, составлял документы обиженным. Ну, что там мог? Он язычник был, то есть, да? Сотник. Ну, написано, 10 глава Римля, это Деяния апостолов. Он римлянин, он капитан. Но он делал добро, не зная Бога. И Бог ему открылся. Так же было с Плакидой. Просто житие святой Плакидой. А потом он стал Евстафием. Он был очень добрый, воевода, непобедимый. И как он за оленем погнался, а олень его отдельно-то увел, он за ним сильно бежал быстро, на коне-то. И олень остановился, и вдруг крест у него между рогами засиял. И голос раздался. И он обратился, и дальше, какие у него муки были. Если бы фильм поставить по его житию, это боевик настоящий был бы. Как его свергли, как он поехал на корабле, а корабельщик жену посадил. А он тронулся, и отобрал жену у него. Он остался один, стал переводить детей, там река одна, ребенка одного перетащил, поток такой идет. Ну, не плыть, а тащить-то. И там оставил, вернулся, до половины дошел, видит, там выскочил лев, этот медведь подхватил ребенка, он назад повернул голову, а там волк. Он посреди, говорит, утопает. И все, а видели, ну и все, остался один воевода. А этих-то они не знают, не знают ничего. И дальше они встретятся, и помнят, чуть-чуть помнят. А Бог сделал так, что тот, который украл жену, дорогой бури, или что там, он погиб, а он с женой встретился. И как дальше развиваются события, как обратились, это вообще трогательное житие святых. Плакидо называется. Он, Богу известен был, Бог-то его знал, что он добродетельный. Поэтому, если ты даже Христа не знал, но ты творить милость не любил, видел обижаемых, заступался, Бог тебя видит, это перед Богом. Но это не спасение, но это путь к спасению. Я вот любил, у меня денег не было, ну, отец инвалид войны, какие деньги? Да мне дали 3 рубля, вот доезжай до города, а дальше зарабатывай сам, поступай куда хочешь. Еще спрашивают-то где-то. Но у меня была одна любовь, я не знаю, чем вызвана к бабушкам. Я бабушек любил. Какие-то бывают из дома, выгнутые. Я по копеечке сохраню, серой кирпич хлеба куплю, бабушке, она напротив окна выходила, ее дома выгоняли, и меня Бог нашел. Увидел бабушку, уже после армии несет сумки, я ей помог, и спросил, где верующая, и меня Господь нашел. Любовь к бабушкам. Кажется смешно даже. Молодой, крепкий, здоровый парень, перспективный такой, друг бабушки. А у Бога это крючок был, он меня поймал на этом. А ваша бабушка сама, вы помните своих бабушек, дедушек? Еще бы. У меня дед по матери был очень верующий. Он бабушек собирал, златоусы считал им. Они беспоповцы, староверы, очень крепко. А по отцу те староверы были со священством, белокринской иерархией. Деда не помню, его родной брат убил, по отцу. А баба-то была отцова мать, мне бабушка. Ее я помню. Двух бабок помню и одного деда. Это у нас наследственно. То есть, я с детства знал, что есть рай и есть ад. Что для меня ад, а рай это для святых, которые на иконах. Я не делал, что люди делают. Я ни одного мата не сказал. Не знал женщин там. Я ничего этого не был. Выпивать выпивали, ну, все в меру. Воровать как огня боялись, а сказать неправду боялись. Но, а Бог видел, что я люблю, и на этом я поймал. Я не оправдывался, я не знал. Я знал, что я умру и буду в аду. Это я четко ощущал. Я не хотел быть там. Я так томился и плакал. Пока Евангелие не дали в руки, я понял, Он спас меня, Христос. Поэтому путь мой ликующим сделался, победным, радостным. Получается, спасение это как дар. Дар. То есть, ты его принимаешь, либо... Дар Божий, так и написано, даром. Он умер за нас. Православное, ой, как вам легко. Придумали, как баптисты, даром. Именно даром. Не за делами. Делами мы подтверждаем, что у нас вера живая. Истинная, живая. Делами написано, никто не спасается. Но по делам Бог будет судить. Налево, направо. Козлы или овцы. Ну, Матфея, это у вас пятая глава. Да. Игнать Тихонович, вот у меня вопросы сейчас появляются. Но сейчас такое самое, потому что я не знаю, как получится у нас общение. Я задам прям вот такой... У нас искушение в семье такое появилось. Мы переехали в однокомнатную квартиру из дома. Ну, здесь, к слову сказать, что в доме жить лучше, чем в квартире. И на земле лучше. Но так вот обстоятельно сосложились. И из всего дома, нового, да, у нас 14-этажка, мы на втором этаже живем, а на третьем этаже у нас как бы притон получился. Человек завязывается на квартиру. И вот это просто... Это такие искушения. У нас двое маленьких детей. И слушать вот это по ночам, это... Ну, люди догадаются, что слушать. Это просто ужасно. И нам говорили, и псалтир читать, как кофизму, и на воскресенье бог со свечой. Это все дело веры. И по-мирски мы уже до суда, наверное, скоро дойдем. Прокуратура, мы все, какие инстанции, чуть ли не права ребенку уже пишем. То есть боремся и таким способом, и таким стараемся. Но люди, как вот специально, и полицию вызываешь ночью, уже можно больше 20 раз полицию вызывать, они еще сильнее. То есть вот это идет. И понимаешь, что... Немножко успокаиваешься, когда думаешь, что это, может, не люди, а бесы вот через них вот это, насмехаются как будто вот так. И вот как вот в этой ситуации себя вести? Когда каждую ночь, вот мы сейчас с маленьким ребенком спим на кухне под шум колонок, под вытяжку. Вот это вот. Страшно даже представить. Я не могу это... Вот видите, я все время живу в частном доме. Вот так, чтобы надо мной жили, я никогда не жил. Никогда. Любыми путями, из земли, пласты буду резать, сделаю какую-нибудь землянку, но только ни с кем, чтобы вот такого не было. Это от вас зависело. Могли как-то, надо обдумать было. Я просто не жил, у меня опыта нету. Но у кого я был, слышал, как то заливают водой, то там наркомания, то они кричат ночами. У нас-то воздух свежий. Живем на берегу реки, считай. Тишина, центр города. Ну вообще не выскажешь, как у нас хорошо. И поэтому кто-то даже нападает где-то, но все это виртуальное, как говорится, невидимое. А реально, я выйду сейчас звезды, мы гуляем по своем 13 соток, представь себе, какой сейчас так, два дома. И тут же молиться. Газ я не провел, а именно уголь, дрова. Ну даже не расскажешь, насколько хорошо. Склады свои. И для лагеря везде. Вам что советовать? Конечно, молитва это главное. Но более действенное, не более, а к этому содействие. Если бы квартира где-то в частный домик был бы. У нас, понимаете, бабушка, мы же недалеко, 13 километров друг от друга. Она говорит, да возвращайтесь вы к нам. Но у бабушки такой специфичный характер. И тем более маленькие дети. Она говорит, ну отстройте себе, отделитесь так, чтобы мы друг другу как бы не скушали там шумом, криками детскими. Вот. Но она нас зовет. Но она хозяйка, то есть по характеру такая, что не так просто это решение принять вернуться обратно. Ну да. Для мужчины, для мужа моего. Надо обдумать, чтобы, говорит, из полымяда, из огняда в полымяне попасть. Да. Ну понятно, что если какие-то излишние требования. Вот на меня говорят, вы там строгие. Но мы живем, у нас ни одного слова против нету. У меня всегда всю жизнь жили квартиранты. Я сам по квартирам был. А потом у меня, вот Бог дал это за то, что я распространял, меня судили, конфискованное имущество было. А потом я стал судить, я реабилитированный уже. Реабилитация была. И у меня счет был государству 11 миллиардов. Это по тем, ну сейчас 11 миллионов, когда уменьшили-то. У государства денег не оказалось. И я им сказал, давайте недвижимость. Вот недвижимость, два дома, это сухое место. Я просто доволен. И по-другому я не знаю. Поэтому у меня всегда живут люди, и они четко, вот сегодня он у меня живет, Никита, и сегодня мы составим договор. По договору. Он напишет, что никого чужих не приглашать. Без разрешения. Согласен. Дверь всегда должна быть закрыта. Свет не включать, пока две шторки у меня не сделаешь плотно. Ну, простые правила для сохранения жизни. Я чувствую, что мне уже где-то рядом я должен уходить. 76 лет. А жизни 70 лет. И я не состарился, ничего. Я просто чувствую, что... Вы знаете, что я подал на Путина, какой я прошел. Ответ пришел на Новый год. Ответ зачитывали, вы просчитаете потом. Но это не все. Завтра на почту идти, какое-то еще письмо. Вот. И мне говорят, вы на смерть лезете. Я не лезу. Я знаю, что сила Божия велика. Я был бы там полезен хотя бы на один день, на один час. Ну, смотрите сами. Поэтому были бы где-то рядом и был бы так, муж с вами согласен. Тогда бы я сказал, что живете рядом, работать можешь. Потеряй, заводи свои коровы. Тебе... У нас живут от чего? От хозяйства. Коровы режут, там овечек держат, там еще что-то, курицы, огород, молоко. Ты дома, ты сам, на того никто не командир. Рядом с тобой ребятишки возятся, ты приучаешь их к земле. Ну, по-хорошему-то, что же не жить-то? Школа своя, учителя все верующие. Конечно, у меня благодарность Господу, что вот так, мы квартиру купили с Божьей помощью. Но хочется людей предупредить, что выбирайте всегда землю и дом, чем квартиру. Детям нечем заниматься. Они как вот из угла в угол ходят, телевизор, если он там есть в доме, интернет, вот это, и они как бы тупеют, что я не знаю, так сказать. Мы сами тупеем в этих стенах. И лень выйти на улицу. То есть вот это все так вот. Естественно. Я ничего не могу предложить, кроме Потеряевки. Ну, в принципе, я вас так и нашла, когда искала Потеряевку. Но я не одна, поэтому... Хозяин-то где? Хозяин-то ваш где? Они сейчас родственника поехали, родственника встречать. Он не будет недоволен, что я разговаривал? Я думаю, будет. Будет недоволен. Я стараюсь не выходить. Я не знаю, кто там, когда говорить это. В прошлый раз он под вашим, с вашего ролика зашел, а я возьми, да скажи, что крепись, люби мужа там и прочее. Я хорошие слова-то ему сказал. Покоряйся. Я же не звал тебя, ты против. Но к окрещению, кто готовился нынче, с Краснодарского края, с женой приезжали, сколько людей приняли к крещению. Они все вернулись никуда-то, в Московскую Патриархию. У нас ни один никуда не ушел. Все до одного 100% в Московской Патриархии, с разных городов. И поэтому, что на меня-то, абсолютно это ко мне не относится. Но мне это надо. Вот это гонение, проще все. Это уже Господь видит окончание моего пути и дает, чтобы, ну как блаженный, когда будут гнать вас, неправильно злословить, велика ваша награда. Они не понимают, что для меня это награда. Они клевещут, что попало. А мне до того интересно, я выйду гуляю, и мне... Они бы видели враги-то, они бы умерли со страху, что со мной делается. Я иду и благодарю Бога. Господи, прости их. Они не знают, что творят. Господи, благодарю Тебя, у меня столько гонителей, Ты меня испытал. Благодарю Тебя. А они-то думают, и мне делают плохо. Вроде бы я аппетит потерял и спать не сплю. Ой-ой-ой. Я только сегодня ночью как бы думала, что самое главное это любовь. То есть вот христианство, христианство это в принципе вера о любви. То есть ты все можешь достигнуть, но если нет любви, не достиг, то все это напрасно. Если ты не достиг любви, ты жил напрасно. И вот думая о вас, и о ваших врагах, ну каждую свои тоже враги духовные, то их жалко, потому что они не увидели любви. И сами говорят о любви, но сами не любят как будто вот так. А у вас я увидела эту любовь. Вы, как я говорю, если я, например, захочу пирожки продавать, то я сначала дам одному, попробую второму, и буду говорить, ну покритикуйте мои пирожки, чтобы я их до совершенства довела. И вы также старайтесь, я так понимаю, священство, не то, что это как бы, может это критика, я не знаю, но чтобы их сделать совершение. Конечно. Неужели же я желаю им? Но я вижу, что они погибшие, не погибают, а погибшие, мертвые. Я желаю, чтобы были другими. Господь, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. И священники не узнали, пришел к своим. Они распяли его. Ну ладно ли это, в одни вечности как будет? Почему пророки говорили, я проклинаю ваши благословения, Малахия говорит, Бог говорит. Вы благословляете, я проклинаю. Почему они эти слова не говорят? На каждом шагу, благослови, благослови, это кумир. Дайте свободно развиться. Свобода это, когда ты перед Богом свободен. Свобода совести. А не то, что нравится там кому-то. На это не надо смотреть, нравится, не нравится. Сверяйся по Духам Святым, по Святой Библии. Боятся друг друга. Да разве можно так жить? Коротенькая, маленькая жизнь. И трясутся все время там, с работы выгонят, кто-то епископ, кто-то с каждым срам один, даже слушать нечего. Господь предусматривает, наверное, для всех священников что-то свое. Им тяжелее всех, конечно, за ответственность, которую они сюда... Я ничего не сказал, кроме того, что есть-то. Крестить не хотят ладошкой по лбу, исповедуют при всех друг на друга, внищают вельсы на голову, даже не надевают. При живых женах несколько раз. Я что говорю-то? Говорю то, что вам на пути, когда будет душа по мытарствам идти, вам не пройти, вы и залгались. Никакой эпитимен. Аборт сделала? Ну ладно, сорок поклон. Вот открой правил Василия Ивановича Второго. На десять лет отвечается. Кто тебе разрешил? Понимаешь, мародерствует над мертвыми. Плати деньги. Везде деньги. Деньги – это симония, а десятина установлена Богом. Они не могут взять десятину. Кто им будет давать-то? А у нас десятина. У нас торговли нет, с тарелкой не ходят. Мы даже этого не знаем. У нас целое поколение выросло, которые этого не знают. Свящи чисто восковые. На пасеке берем воск. Свои выливают. Надо сколько священник поставить. Но в наше служение, посмотрите, вот я выставлю сейчас за два дня, как у нас идет. Сегодня, как у нас было. Они во сне этого не видали. Они приезжают, тут архимандриты, ярмонахи, смотрят, восхищаются, фотографируют. Мы у себя это сделаем. Ни один еще не сделал. Это огромный труд. Это непрерывный труд. Почему Иоанн Златоуст говорит? Чтобы человека обратить, нужны тысячи талантов. Ни два, ни три тысячи. Какое домашнее условие? Как воспитывать детей? Как относиться к мужу? А крестить ни одного таланта не надо. Ни одного. Достаточно, чтобы быть священником, рукоположенным и все. Ни одного. А они этого не знают. Сколько крестили? А Павел говорит, меня Бог послал. Говорит, не крестить, а благовествовать. Не крестить. Они не знают Бога, не знают церкви. Я вижу их просто. Какие они? Я скорблю о них, если бы они знали как. А то они собираются, меня там клевещут. Меня это не касается. Они не обо мне говорят, они меня не знают. Которые рядом люди... У нас епископ был тринадцать лет, не один год, один и тот же. Мы с ним пили и ели и вместе овечек пасли. Он меня знает. И вам, говорит, Игнатий, никогда не обвините, что он не православный. Он супер православный. Чего непонятно-то? Ну да. У вас это вот как бы такая больная тема достаточно со священством. Самая главная, наверное, тема, потому что самые большие нападки за это. Ну, я объясняю, как это. Но вот смотрите, а вот, например, если у вас священство там... У вас же есть много друзей священства, правильно? Вот у нас есть священники, мы больше ни о чем мы не думаем, Богу доверяемся. Завтра, может быть, другой, если этот умрет. Пока не умрет, этот будет. А дальше Бог усмотрит. Но мы нигде над собой крышу-то не делаем. Епископ должен быть. Мы никого не оставляли, а они оставляют. Я говорю, Евангелие от Яна, 10 глава, 12 стих. Видит, говорит, волка приходящего, наемник, и бросает, и бежит. У них так же. Мы-то ничего не делали. Это они раскольники, не мы. А они раскололи церковь на 13 частей. Мы сидим на месте. Мы никого нигде не придумали, ни учения, никаких воззваний не делали, ничего. Мы просто молимся, и все. И творим дела Божии. А они это там в верхах делают. Это Путин задел. Это путинское дело-то. Запутались они в нем. Еще. У него большое достижение. 360 точек КГБ по всему миру одним махом получил. Это чего-то стоит. Он очень мудрый в этом деле. Он полковник КГБ. За него надо молиться. Но это дело-то церковное. Вы же должны понимать. Это речь о душе идет. А к этому он никакого отношения не имеет. Ну, как Господь усмотрит. Да. Ну, Тихонович, а вот мне всегда интересно, какое у вас самое любимое место Писания? Ну, сказать самое определенное, это не одно. Во-первых, я первое место, которое только начал считать и сразу запомнил. Это Евангелие от Яна, 8,44. Бог говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Когда он говорит, ложь говорит свое, ибо лжец и отец лжи. Я сразу, как будто мир открылся, я увидел везде ложь. Сатана правит бал. И как мне нужно? Дальше мне очень сразу пришлось два стиха. Это Евангелие от Яна, 5,39. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. Христос говорит, а мне? Я сразу стал исследовать, считать. 53 года исследую Библию. А дальше почему люди не понимают? Матфея, 22 глава, 29 стих. Христос говорит, заблуждайтесь, не зная Писаний, не силы Божьей. Я понял, заблуждение от того, что не знает Писание. А дальше 1 Тимофея, 4,16. Это одна связка. Одна. Мне это сразу Бог открыл. Вникай в себя и в учение и занимайся с ним постоянно, дабы так поступая, спасти себя и слушающих тебя. Это все к Библии, к святой. А они ее не знают, это в руки не берут. Поэтому они как могут меня принять-то? Я им свидетельствую, как труба Божия. Да она, она трубит и все. Вот они мои слова-то. А они не знают. Ну, а тут еще Иисуса 1 глава 8 стих, Иисуса Новина. Вникай, говорит, в Библию это. Да не отходит книга сия от уст своих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить написанное. Дабы точности. Вот это меня привлекает. Точность должна быть. Бог повелел так. Трудные молитвы. А дальше уже жития святых, трудные святых оттов. У меня все в это вписалось. В каждом томе у меня книги три тысячи ссылок на Библию. Ну, ты подумай сам. Я их на память все привожу. Это что-то стоит к месту. Когда люди считают мои проповеди, они говорят, не слышали, не видели, не знаю, у меня архиерей как-то тут у нас был в алтаре. А я в это время мне проповедь сказал, вы бы посмотрели на его. Он и книг читал, там, какие образования. А тут, да где вы это могли? Ну, вы... Так именно так и есть. А откуда вы взяли? У кого считали? Нигде не считал. Я стою, у меня как будто бы какой-то огромный луч света. Я только успеваю произносить. Ну, представь, вот стихотворение писать, стихотворение. Ну, обычно паэт пишет одно, два куплета и кончилось. У меня девять куплетов каждая. Девять. Тридцать шесть строчек. И на каждую строчку сбоку написано какое место Библии. Тридцать шесть раз надо Библию открыть, чтобы прочитать. И таких стихотворений три тысячи четыреста шестьдесят семь. Это четыре тома по восемьсот страниц. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. До одной строчки занято. И вот, ну, три тысячи четыреста продают пачку бумаг, это пятьсот листов. Ну, для машинки. Для интернета. Ну-ка, пятьсот листов. Это посчитай, сколько? На тысячу две пачки. На три тысячи. Это надо уже шестьдесят семь. Семь пачек рукой писать стихотворение. И ни одной помарки нету. Это никто поверить не может. А как вы так? Понятия не имею. У меня нет черновиков. Нету. Я просто стою на молитве, одна мысль мелькнула, я ее записал. Сажусь и тридцать шесть строчек одна за одной идут. Как это может быть? Понятия не имею. А люди тогда злятся. Ой-ой, ты о себе сказал. Ну, просто нет такого нигде в литературе. Нету. Я не поэт, никто. А молитве это не мешало, если вы отвлекались, например, сатистами? Никак. Наоборот, это возвышало. Такой Вивальди был, музыкант. А он священник одновременно был. И вот он как-то Вивальди. Мне Вивальди нравится больше всех, наверное, компаний. Да. Его эти ноты-то приходили во время службы. Он ведет место, литургию. А ему в это время мысли, он на престол, где чаша стоит, он бумагу записывает. Мы на него пожаловались. Если бы другое время было, его бы на костер возвели. Но папа сказал, оставьте его. Оставьте. Они все эти поэты и музыканты, они маленько не в том сторону. Так теперь представьте, благодаря этому разумному папе какие произведения сохранились. Он понимал, что это навеяно свыше. У меня есть такое стихотворение «Тишина и музыка. Как их соединить?» Мне просто чудо. Ехали в машине, у меня с собой всегда сумка, бумага и картонка такая, большая фанерка. Я сижу, и дорогой написал стихотворение. Приехал, нигде нету потеряно. Все обыскал, нету. Мне до того было жалко. Но я помолился. И написал, и сразу понял, написалось еще лучше. А сразу, видите, обратно, положил на музыку. Это вообще... У меня никогда бы так не... Даже в мыслях этого нет. И она у нас есть в песнопении у Вити. И можно было зарядить, прямо послушать. А у меня вот самое любимое место Писания, это Нагорная проповедь. И когда Господь говорит, что ищите прежде Царства Небесного, это все приложится вам. То есть для меня это центр Писания. И уже вот как это, как лучика, лучи от него уже исходят все остальное. То есть мы должны вот туда искать. То есть Отечество наше, прежде всего, там. То есть и тогда все на место становится. Именно так. Ну, для меня это вот стало основополагающим. То есть у нас толкование по Феофилакту Болгарскому есть, было у бабушки. А я люблю книги читать и всегда помечать в них. Она говорит, нет, вот эти мои книги ты не будешь помечать у Феофилакта Болгарского. То есть нельзя черкать в книгах. Я думаю, ну как же, я так не могу читать. Тогда я взяла листок и начала из Феофилакта выписывать самые, то есть моменты. И получилось, что когда я начала писать именно Нагорную проповедь, это я каждую строчку прямо вот так, для меня это как открытие было. Все заповеди по-новому раскрылись, когда пишешь сам от руки. Да. То есть это интересно. Вы ищете, да, там что-то? А вот смотрите, я сейчас прочитаю вам стихотворение-то нашел. Называется «Назначение музыки». Тишина и музыка. Как их соединить, обнявшихся и любящих увидеть? Осталась ли связующая нить таинственных, божественных наитий? Божественных наитий мудрецов, слагавших гимны, властелину света, в раздумьях о невидимом, свое закрыв лицо, они касались солнечных сонетов. Солнечных сонетов от первозданных лет, персты нежнейших звуков приобщились. В рокоте громов поэт вступал в куплет, последняя строка уже слезой кропилась. Строка слезой кропилась и молитвой. Зажар стиха и поэтичность слога, летящий орлом, ползущий улиткой, беспомощность дитя, сосущего из рога. Дитя, сосущее из рога, продолжением, в рыдание с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, прославить прислужение за птиц-зверей созвездия травинки. Зверей созвездия травинки поутру и щебетания птиц еще уставших. Все от Творца, пославши нам труд, слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить на память, что есть музыка и бредни. Не кандалами силой в бубен бить, шабаш нечистой силы, колдуны и ведьмы. Нечистой силы, колдуны и ведьмы, через транзистор телевизор скачут. Развод покоя с музыкой так вреден. И новый брак с вопящими тем паще. У вас строга вообще. Сложно так это, как на каждую строчку думываться, чтобы понять. Смысл очень большой. Это не стихи, наверное, это как бы разговор. Проповедь в стихах мне называется. Все четыре тома в проповедь в стихах. Они у меня выставлены в интернете, на сайте. Заряди просто сайт по свете Библии. И там видно, что... Я пыталась просмотреть стихи, но я думаю, мне еще надо дорасти, чтобы их понять, потому что очень такой слог, ну, сложноватый для меня. Но мне запомнил, знаете, какой стих? Школа. Вот вы про школу там что-то пишете. Я так прочла, думаю, вот точно, наверное, чем учат в школе. У меня кто стихи считали, говорят, только с третьего раза, говорят, начал маленько понимать. А они считают, говорят, а что тут такое? А то он прочитал. О, да тут какое смысл. А третий раз прочитал, говорит, да ты нахал, говорят. Там столько юмора, там столько, называется, переносных моментов и экстраполяция событий из дальних времен на сегодня, и конкретно к тебе. И человек даже, у меня тут поэт был, самый, ну, представитель поэта, и как назвать его, Марк Юдалевич, еврей. Ну, и как-то сидели мы рядом, я ему прочитал, он аж отшатнулся, говорит, это ваше стихотворение, а почему не печатаете? Я говорю, да-ка, я их тут сам издал. У меня, а у него уже 92 года, он говорит, у меня ни одного такого нету. Нету, потому что, а они вдохновлены были, а он, ну, на жизнь на это, у меня каждое стихотворение, полет, полет кверху, к Богу. Игорь Михайлович, еще хотел Вас поблагодарить за Ваш большой труд и Ваших помощников по пруду, которые Вы делали, пруд и дорога, потому что это, кто понимает, что это такое, вода, это вообще основа, если ты хочешь на земле жить, как Зепхольцер, есть такой, знаменитый аграрий, он говорит, если Вы землю осваиваете, в первую очередь, должны подумать о воде, то есть, какие пруды, вот у него там 50 гектаров, он именно с экскаватором работает, и пруды копает, и это все у него, вот в этих прудах, поэтому все это правильно, и все это нужно будет, ну, я так верю, что должно быть. Ах, еще дорогу делали, дорогу-то сколько? Да, это вообще. Это обошлось нам 440 тысяч рублей только, на 6 люди, которые помогли. Так это не все еще, тут еще 200 тысяч сверху приложили, щебень, как дорогой, ну, теперь можно выезжать, а там такая колея была, не проедешь. Господь все так сделал. Приезжай, там председатель колхоза, это вы все сделали тут втроем, иногда вчетвером. Вещь невероятная, невероятная, это невозможно сделать, но мы уходили, ну, встаем в 440 утра, приходили уже друг друга не видать. Угу. Ой, Игнать Тихонович, я вас благодарю, это у меня лялька проснулась уже, в бегу. Ну, если что даст Бог, может, еще созвонимся тогда. Я хотел спросить, очень хороший разговор был. Да, слава Богу. Знаете, вообще, вы так написали, наверное, так специально было там задумано. Вы не против был, если бы выставили? Нет, конечно. То есть, вы не возражаете, потому что другие из этого научаются. Мы говорим, у нас в Потеряевке, лучшего места трудно найти для воспитания детей. Все верующие, учителя верующие. И где-то ребенок не так, любой его восстанавливает, подсказывает, ведет. Вот у нас, вот эти соседи, меня просто не знаю, как бы, меня иногда так выводят из колеи, я просто не знаю. Я не знаю, как это исправить, но я просто говорю по себе уже. Только усилить молитву. У нас было такое. Молились, и вдруг Бог так разметал, никого нигде нету. Просто Бог взял, как будто всех в одну охапку, вот так сжал и выбросил, никого нигде нету. Но мы, наверное, будем судиться, потому что, как бы, если это можно судить, тогда по-христиански? Ну как? По правде-то. Я много раз судился, но у меня другое дело, я был ограблен. Там нападали коммунисты на лагерь. Я вернулся, когда, ну, клеветы всякие, что у меня мальчики с девочками спят. Ну и на суде было. Всех разгромил Господь. Всех. До одного. И который писал, который писал это, лучший журналист московского комсомольца, его нашли зарезанным в подвале. Тут такой разгром был. Того захватили ножами, изрезали второй, говорит, того с работы выгнали. У меня даже прокуратура говорит, что там такое делается-то? Я говорю, понятия не имею. Мы просто молились, и Бог взял, и все сокрушил. Мы пальцем никого не касались. Три процесса, все выиграл, все. И мне деньги заплатили, по телевизору дали опровержение. Это точно, это духовная война, это вот настолько, что, как бы, еще когда думал, квартиру перейдем, еще какие соседи окажутся, там будут музыку слушать. Но до такого даже никогда не догадался. Хорошо, но Павел говорит, требуй суда Кесаря, его повезли. Зачем он требовал? А Иосиф, когда сидел, говорит, напомните Параона, я невинно сижу здесь. Нам не запрещено это. Вариант есть простить, но и дальше терпеть. А другой вариант, призвать к порядку. У меня есть дети, нам нужно отдыхать. Да, да, да. Ну, надо вычислить все. Сейчас вы только терпите. Они просто делают так. Дальше это могут быть мстители. Отомстить вам в детях ваших. Пахать сделать. Ты выходишь на тропу войны. Ты должен все высчитать, прежде чем выйти на это. Поэтому очень хорошо обдумать и подавать или не подавать. Потому что назад пути может не быть. Выходя, говорит, с пятью-десятью тысячами против ста тысяч. Устоишь ли? Ты будешь строить башни и не окончишь, на тобой смеяться будут. Нам так говорит Евангелие. Поэтому очень хорошо обдумать. Самое простое, легкий путь, это простить, молиться и все. Так что смотрите, это я не... Я не побыла. А дети растут же, они же, мальчишки, они же, представляете, будут слушать. Это что? Это же, как это скажется? А как на мне, например, тоже сказывается? Поэтому, конечно, хочется уйти отсюда. Высчитать должны быть. Повторяю, вы выходите на тропу войны. Вы двое. А их там уже 20 человек гуляет. Они мстительные, они злобные, они будут мстить, всякую пакость сделать. Поэтому надо все высчитать. Все. Запоры сами проверить, окна, решетки. Все надо проверить. Самый легкий способ, это терпеть и молиться. Это самое главное. Да, надо там, знаете, давайте там им бросим монетку в замочную скважину. Ну, как бы-то такие, да? Говорят, ну, а так, с другой стороны, злом за злой, это не наш путь, не христианский. То есть, вообще-то... Да, да. Наш путь, это терпение, прославление Бога, молитва за врагов. Судиться нам разрешено. Это... Даже сепископом могу судить, вся ханон разрешают. Он у меня что-то отнял, я имею право подать на него в суд. А церковный суд есть. А для чего церковный суд? А для чего по апостолу Павел, я говорю, судился-то? Ну, и ремия, там, ну, другие-то было это. Но! Это тропа войны. Я судился очень много. Только по пленкам, которые изъяли. У меня суд 11 лет был. 11 лет! Тогда Советский Союз был, решал Верховный суд СССР. И решил не мою пользу. Я подал там, выше есть президиум. Президиум развернул, все назад, и я выиграл. 11 лет! Краевой судья говорит, я первый раз такое вижу, встречаю. Обычно дела такие, не оба в убийстве, уже президиум не рассматривает. Мое дело рассмотрели. С чем, говорит, связано, я не знаю. Я его выиграл, процесс. Не все отдали, одну двухсотую часть. Но это одна двухсотая часть, это два дома, и я создал, еще в то время, она напорная у меня, это фонотеку, почти 50 книг. Как распространялся. Все было конфисковано, а потом-то я реабилитирован. Все надо вернуть, а у них ничего нет. КГБ оказались в стороне, а городская администрация главный ответчик. Городская администрация. Так я судился-то не с людьми, а с системой. Это вообще невиданная вещь. И когда я выстудил, так мне краевая прокуратура руку жалит. Никто не ожидал, что вы выиграете. А я не для себя, у меня тут и церковь, и люди приезжают, и на квартире живут. Так надо было. Ну ладно, Тихонич, всем вашим привет, поклон. Бабушке привет. Она что-то просила. Бабушке, скажи, что мы молимся о всех вас. Я враг, не враг. И мужу скажи, ничего я нигде вам не сделал плохого. Простите, а если миновен я. Ну ладно, все. Все, до свидания на Тихонич. Субтитры сделал DimaTorzok